Я по доверенности действую от лица моей матери, у которой там это все в общей долевой собственности. Находится квартира 776-я. Там видны информации, в выписке, если откроете здание, там есть по 776-му объекту информация. Там написано Феофаном Нина Васильевна. Это моя мать. У меня доверенность действующая. Извините, в какой выписке? Там выписка тоже бывает? Да, да. Я просто потом добавил документы. Там был только по дому. Потом еще на квартиру в этом же доме выписка тоже есть. То есть там две квартиры, одну снесли? Да, да, совершенно верно. Две квартиры, одну снесли. Я понял. Смотрите, вот по-хорошему это реконструкция здания, в результате которой часть дома была снесена и часть осталась. Для этого нужно было подавать уведомление о реконструкции. Это, я так понимаю, и не делалось. Ну, были в этом заинтересованы наши соседи, которые, собственно говоря, и сносили. Они там все это снесли для того, чтобы потом в будущем новый дом построить. Вот, я у них спрашивал насчет, они говорят, что у них есть только вот это соглашение о сносе, которое у них попросила администрация. Уведомления у них сейчас нету. Ну, как бы и документа о реконструкции нету. Вот, но, соответственно, если это нужна информация, то, как бы, ну, то есть мы уже по факту у них запросили, чтобы они тоже вот эти все документы получили. Вот. Это просто необходимо для того, чтобы внести изменения о реконструкции, да, вот в этот кадастровый паспорт. Без этих документов невозможно это все замерить там по факту? Ну, невозможно, да. Замерить-то можно дальше, что с этим делать, понимаете? То есть у нас сейчас снести просто так ничего нельзя. Смотрите, вот в вашем случае вот сложный, понимаете, у нас с законом не урегулировано. У вас, скорее всего, получается, что это дом блокированной застройки, да? Нет, это не дом. Ну, то есть юридически это не дом блокированной застройки. Вот по этой схеме не реализовывалось это. Сделали как две квартиры. Ну, понимаете, у вас вообще в законе возможно только следующий вариант. Это индивидуальное жилищное строительство, либо многоквартирный дом. Вот. Сейчас еще, возможно, дома блокированной застройки, но каждый из домов блокированной застройки в ЕГРН выносится как индивидуальный жилой дом. Да. То есть часть блоков блокированной застройки. А того, что вы, о чем вы сейчас говорите, такого у нас в законодательстве не существует, понимаете? Да, согласен. И поэтому через суд все это решалось. Решение судов вам отправить? Или не нужно решение суда? Ну, по суду это делалось, так законодательства нет, но по решению суда это все делалось. Я понял. Присылайте. Ну, смотрите, просто оптимальный, конечно, вариант какой. Надо смотреть, что у вас в решении суда и, возможно, сначала подавать заявление о том, что у вас не квартиры, да, чтобы вам исправили правильно это. Вот, подавать, видимо, в качестве реестровой ошибки просто заявление. Я прикладываю сюда еще раз решение суда, чтобы вам исправили это не с квартир, а на индивидуальное жилищное строительство. Признали, что у вас есть свой дом, ИЖС, и у ваших соседей ИЖС. Потом соседям этот ИЖС дом нужно снести, то есть подать уведомление о сносе, а для этого еще заключить соглашение на вывоз отходов и так далее, чтобы они его получили. И дальше уже сделали акт обследования и снесли свой дом. И вы в этом вообще как бы не участвуете. Я не очень понимаю, для чего вам это нужно, если у вас все равно право собственности на, даже если сейчас смотреть, на свою квартиру, своей определенной площади. Вашу, вы, получается, в свой документ никак не можете эти сведения внести. Снесли ты не ваш, ваш при этом объект недвижимости никак не застроен, не затронут, даже если это квартира. Да, никак не затронут, я просто отправил вам вот как раз решение судов, там на Яндекс.Услугах, не затронут, но нам начисляют, допустим, за вывоз мусора, исходя из какой-то среднестатистической площади дома по Московской области в 200 метров. И я хочу принести то, что у нас теперь меньше площадь дома, вот, соответственно, вот этот оператор по вывозу мусора, который осуществляет, предоставит эту информацию. Вот, и для подведения газа, соответственно, мне нужно, чтобы были координаты характерных точек дома, чтобы, ну, можно было замерить расстояние. Я понял вас. Вот для этих двух причин, как бы. Посмотрите, я думаю, что вы вот рано обратились. Либо вам надо комплексно пытаться как-то решить вопрос, потому что просто, как вы написали, замером здесь дело не решается. То есть оптимальный вариант пойти, то, как я вам сказал, пытаться обратиться с простым заявлением, еще раз проложить решение суда об исправлении реестровой ошибки, о том, что у вас не квартира, а индивидуальный жилой дом, потому что, по факту, ваш общий дом является домом блокированной застройки, чтобы вам это исправление сделали сначала в реестре. Все, тогда у вас уже будет свой личный дом с вашей площадью. Вы тогда на этом, в принципе, с площадью равной площади квартиры. И на этом, в принципе, остановитесь. То есть дальше отнесете этот документ в... Ну, куда вы там хотели, чтобы вам пересчитали это за вывоз мусора. Хорошо, я правильно вас услышал. То есть мне нужно перевести... А с актом обследования уже ваши соседи пускай сами решают этот вопрос. Потому что сейчас у меня никаких оснований нет, то есть технического, нет документов. То есть у вас люди снесли что-то, но не получили документов. Либо хотя бы получить документ тогда, второй вариант, попробовать получить документ. Ну, по идее, это будет реконструкция. Либо второй вариант, получить, попробовать подать уведомление о сносе. Тоже такой вариант. И уже все равно подавать заявление в Росреестр. Ну, понимаете, просто вот вам все равно нужно из квартиры сделать индивидуальное жилое строение. А так сделать нельзя. Ну, вот закон этого не предусматривает. Что не предусматривает закон? Не предусматривает из квартиры сделать дом. Нет такой вообще возможности технически. Поэтому единственное, как все равно это нужно сделать, это вот исправлять вот эту вот ошибку. То есть у вас не должны были вам ставить как квартиры, должны были поставить как жилищное строительство, отдельный дом. А они это сделали по решению суда. Часть дома, и она, вот с точки зрения Росреестра, так как нет в Росреестре такого понятия, как часть дома, эту они ставят как квартиру. Ну, нет, они не правы. Они должны были это поставить как индивидуальное жилое строение. То есть и дальше в пометках написали, что это часть дома, блокированной застройки. Понятно, но они это могут сделать только на основании каких-то вот данных, которые кадастровый им инженер предоставит, да? Да нет, нет такого. Понимаете, нет такого возможности у кадастрового инженера сделать какой-то документ, в котором будет написано, что это не квартира, а индивидуальное жилищное строительство. Понимаете, это вообще другой объект. То есть вам, и только, то есть это не кадастровый инженер, это надо как-то вот им просто писать и в порядке реестровой ошибки добиваться, чтобы они исправили, что у вас это не помещение, а индивидуальное жилое строительство. Хорошо. То есть, а дом. То есть это просто на основании моего заявления, без каких-то других документов, экспертных заключений, просто обычное заявление. Вам надо пробовать, да, так подавать. И дальше с ними разговаривать, то есть показывать им решение суда, там, не знаю, попробовать показать просто фотографии. То есть, если нужно, я выйду, сделаю вам заключение, что по факту это не квартира, а вот секция дома блокированной застройки, которая должна вноситься, как и жест. Но, понимаете, для начала вам нужно обратиться в Росреестр и попросить их исправить, сходить на консультацию, проговорить с ними, а что мне сделать вот в этой ситуации, чтобы вы исправили эту ошибку. Потому что это явно ошибка. У вас не квартира. Потому что квартира может быть только в многоквартирном доме. Ясно. Я вас услышал. А вот сколько это заключение будет стоить от вас, которое вы сейчас назвали? Смотрите, это надо смотреть все-таки, насколько серьезно. Если вам в Росреестре скажут, принесите нам такую бумажку, и мы все исправим, то мы в 10 тысяч уложимся, сделаем. А если вам скажут для суда, то это более уже такой сложный будет документ, там, возможно, ну, все равно это до 15 тысяч, наверное, где-то. А там, в этом документе, там будут уже координаты всех точек, все поэтажные планы, там все будет, да? Поэтажный план точно будет, да. Я думаю, что за 15 тысяч мы туда и вставим координаты. Единственное, что вы должны понимать, что вам эти сведения о координатах, которые мы так далее, внесут только в судебном порядке. А пока вы будете в Росреестр ходить, вам просто переделают из помещения в здание, и уже тогда в это здание мы можем внести координаты дома. Это уже когда строинженер делает, делает технически, выезжая, делает замеры, делает технический план и вносится эти сведения у координат. Да, смотрите, там я вам приложил, если вы смотрели, в этом, в этой квартире, да, о которой мы сейчас говорили, которую мы хотим перевести в часть дома блокированной застройки, там наши родственники себе пару там помещений выделили и тоже поставили на учет. Вот, то есть они из общей долевой собственности выделились и вот на двоих себе две комнаты тоже оформили. Вот, там тоже можете открыть, посмотреть. Вот, это будет нам как-то мешать или нет, то, что в этой квартире уже выделено отдельное помещение и принадлежат как бы другим людям. То есть они их на учет поставили? Да, поставили на учет, вы можете открыть там вот к этому заявки вот этой на Яндекс.Услугах. А как они это сделали? Я вообще, я не представляю, как это возможно сделать. Это реально обоснованно, у них есть отдельный вход. Они его, то есть по решению суда, суд их обязал, они с точки зрения кадастрового учета там нарисовали эту дверь, про проем в двери, но по факту его нет, они ходят через нас. Пиздец какой-то, я извиняюсь. Ну да, да, да. Ну да, просто мурак какой-то. Ну, слушайте, если они это сделали, ну им то же самое, то есть нужно будет то же самое писать. Ну, в принципе, у вас же уже есть свой кадастровый номер? Да, да, есть, есть. Свой кадастровый. А у них свой кадастровый номер. Но их кадастровый номер по площади, он лежит внутри нашего кадастрового номера, то есть у них же помещение внутри нашей квартиры. Такого не может быть Квартира с точки зрения Кадастра учета это тоже помещение Понятно, ну да, значит чисто Юридически, да, именно В 449 доме Да, я вот сейчас посмотрел В 499 Ну, по идее Не должно помешать, то есть вы обращаетесь На счет своего Объекта недвижимости То, что там еще один другой есть То есть он тоже должен ставиться Так же, как и ваш, но это уже они должны Обращаться, этого добиваться То есть у них там Он останется, вы просто свою квартиру Как бы из этого дома уберете И скажете, что это отдельный дом А они там со своим домом Жилым, со своим помещением Со своей квартирой, пускай сами разбираются Понятно, а мы можем с вами договориться Что кто-то там, ну вы или там Кто-то там какой-нибудь замерщик Выйдет, просто все это замерит Вот, то есть у вас вся эта информация Актуальная будет, а потом просто Мы донесем, ну да вам Предоставим вот эти там, я не знаю Разрешения на реконструкцию Либо уведомления о там сносе Реконструкции Смысл, подождите, вот смысл Если все будет так, как мы с вами Сейчас обсудили То у вас без всего этого Появится свой Индуальный жилой дом С вашей площадью Ну хорошо, ладно Тогда я это делаю То есть там жду Там 5-10 дней Вот И Тогда возвращаюсь К вам Вот С этим, как бы, документом И тогда мы уже делаем то, что в этом документе Там рекомендовано Просто не положите там 5-10 дней Смотрите, это вам Надо попробовать на прием Попасть как-то вот В Кушинский район Показать все эти ваши документы Если есть Паспорта там и так далее С ним проконсультироваться Что им нужно все-таки Параллельно все-таки Подать заявление на исправление Реестровой ошибки И Обратиться в письменно, наверное Там Центральный аппарат по Московской области С тем, что прошу Мое вот это помещение Признать отдельным зданием Так По факту Это не квартира А отдельное здание С отдельным входом И тем более у вас-то в решении суда Я понимаю, все прописано Хорошо У них свой вход У вас свой вход Вот эти вот все документы В кучку собрать Вот так вот Все это своими словами описать И вот сходить на консультацию Подать заявление Об исправлении реестровой ошибки С приложением копии всех этих документов И обратиться в Центральный аппарат По Московской области Хорошо Спасибо большое И уже дальше По результатам Как бы действует Хорошо Спасибо У меня просто в 14 часов совещания Не могу больше с вами говорить Вот Спасибо большое за внимание Я так сделаю Как вам И тогда с вами еще свяжусь Тогда Спасибо за консультацию Хорошо Я вам все равно Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому